Если человек переболел коронавирусом в легкой или средне-тяжелой форме, восстановление займет несколько недель. И тут важно находиться под наблюдением специалистов. Все-таки хочу немножко напомнить, что коронавирусная инфекция может протекать в легкой форме в виде фаренгита, реанита, а также с пневмонией средней степени и тяжелой степени тяжести, с дыхательной недостаточностью и без дыхательной недостаточности. Вот как раз для диагностики пневмонии именно на фоне коронавирусной инфекции в нашей клинике используется МСКТ органов грудной клетки. Специалисты клиники подбирают для пациента комплекс мероприятий. Восстановительные процедуры должны помочь человеку вернуться к нормальной доковидной жизни. Реабилитация преследует целый ряд важнейших целей. Мы активно используем медикаментозную реабилитацию. Сюда входит витаминотерапия, аскорбиновая кислота, препараты, улучшающие мозговое кровообращение. Также по показаниям мы корректируем гипотензивную и сахароснижающую терапию. У нас есть прибор, который генерирует озон. Это газ, который растворяется в физиологическом растворе и вводится в внутренний венокапель на пациента. Озон оказывает очень благоприятное воздействие на организм. Он оказывает иммуномодулирующее действие. Также способствует улучшению кровообращения и оксигенации в тканях, легких, головного мозга, печени и почек, что особенно актуально для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию с пневмонией, особенно с гипоксией, с дыхательной недостаточностью. В реабилитации также активно используется электрофорез с лекарственными веществами. Под действием электрического тока они поступают в организм пациента. Сухая углекислая ванна при восстановлении дает ощутимый иммуномоделирующий эффект. Дыхательная гимнастика занимает очень важную ступень в реабилитации пациента. Продолжительность занятий будет зависеть от степени тяжести перенесенной болезни, возраста и самочувствия пациента. Выдох удлиненный в полтора-два раза. То есть если человек дыхает, ну короткий вдох, то есть раз, два, три, то выдох удлиненный раз, два, три, четыре, пять. То есть насколько получается выдох. Клиника Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований в Ангарске. 12-й А микрорайон, дом номер три. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск.